Дорогие друзья, это... Дорогие друзья, благо хоть узнали, спасибо, хоть напомнили, а то мало ли, вот так вот не узнаешь, хоть напомню. Вот вы знаете, готовите обычный, ведь какой-нибудь там салат зеленый, все это хорошо. Я сегодня приготовлю необычный зеленый салат, он простой, но необычный, и вы знаете... Он простой, но необычный, и у него стоит на этом, на столе махеев горчица... И малиновый джем. И малиновый джем. Мне уже страшно. Во-первых, я не знаю, пойдет это в салат или нет. Это промо, скорее всего. Но, блядь, совершенно беспалевно, совершенно в тему. Ни разу не выставлено на первые планы на показ. Это очень интригующе, на самом деле. Зеленый салат, это хорошо, но я сегодня приготовлю тоже зеленый салат, но он будет необычный, но... Я давно вынашивал мысль рассказать вам простыми словами, вот так, как я умею. Блядь, после этого стало только хуже, Лазосон. Как умеешь. Ты не умеешь простыми словами рассказывать. Ты не умеешь нормально рассказывать. И показывать. В этом-то и проблема. Страшно. Я не буду говорить про умения, там, простые слова, что, как бы, ну, вы поняли. В философии вкуса. Как формируется вкус во рту? Чего надо делать, чтобы человеку было вкусно? Как формируется вкус во рту? Еда, попадая на язык, вкусовые сосочки на языке сприкасаются с этой едой, дают сигналы в мозг. И разные участки языка воспринимают разный вкус еды и отдают тебе отчет о том, вкусная ли еда. Я что-то сказал не так? Это очень важный аспект для всех граждан. И я вам сегодня дам небольшую теорию. Чего-то не гражданин. Что делать? Гражданинка? Чего-то гражданка или гражданин другой страны? Что делать? Для всех граждан, и я вам сегодня дам небольшую теорию о том, как своими вкусовыми сосочками присасываться к вкусной еде. Как формировать вкус и как взять за одно место любого человека, чтобы он вас любил за вашу еду. А если этого места у человека... С мужчинами просто схватить за яйца и сжать, и он скажет, что он любит все, что угодно. Он же сказал схватить за одно место. Века нет. И взять будет не за что. Вот тогда, когда будет уместно. Ждите пока. Да ждем, мы ждем. Мы уже знаете, сколько ждем-то? Для того, чтобы у нас теория вкуса сошлась с тем, что получается на видосе, да? Все никак не дождемся. Мой зеленый салат. Ну, я начну с огурца. Сейчас я люблю огурец. Вы, наверное, уже знаете. Вот так вот чистить... Огурец-то уже на похуях. Дежапирован, если вы обратили внимание. Да-да-да. Дежапирован. Никогда не слышала такого жилья. Ну, кстати, огурцы частенько чистят только частично. Блин, огурцы частенько чистят частично. Огурцы частенько чистят частично? Да. Давай еще больше, час. Через час. Через час? Да. Почистишь целый огурец не частично? Да. Ну да, дежапирован, это, конечно, мощно Чистят не целиком для того, чтобы, типа, зелень осталась, сочный цвет Частенько чистят Ради дизайна, ну и ради того, чтобы соков меньше терялось Но всё равно, частенько чистят частично, мне больше понравилось Огурец-то уже дежапирован, если вы обратили внимание Да-да-да, все эти термины, Илья Исаакович, надо знать и помнить А-а-а, то есть это вот так даже Как отче наш И весьма крупно его нарежу Огурец я уже снял краешки Вот так вот я люблю нарезать огурец Не крупно и не мер Не, ну на самом деле, хорошо почистил Сразу видно, что человек не любит кожицу на огурце Зелёный салат, ребята, здесь будут Ну, преобладать зелёные А овощи только будут зелёные Здесь ещё не, ладно, тут не только овощи Это очень важно, спасибо, что уточнили А то мало ли вдруг сейчас что-нибудь красное появится И у всех, кто болен какой-то там болезнью Начнётся припадок эпилепсии, по-моему, да? По-настоящему зелёный салат Сельдерей без него никак Сельдерей очень хороший салатный компонент Чисто от себя скажу Не буду Так что там есть сельдерей? Да Да Ну ладно, нормальный сельдерей У меня от запаха сельдерей выворачивает Да мы, кстати, с тобой как-то даже ели Ну, где-то был сельдерей Что я помню вроде Давно это правда было Сельдерей, конечно, прикольная тема Сок из сельдерея Ну, так скажем Я никогда не покупаю, не готовлю что-то с сельдереем Возможно, я попутал что-то с сельдереем Скажу Сельдерей, конечно, прикольная тема Сок из сельдерея Ну, так скажем, на любителя Если вдруг кто-то не пил сок из сельдерея Если вы соберётесь это делать Будьте очень аккуратны Потому что, ну, например, 200 мл Если я вот сейчас сок пойду сделаю Чисто из сельдерея Мне будет его очень тяжело выпить Если смешать хотя бы 50 на 50 с яблочным соком, ну, в принципе, нормально, так зайдёт, вот это вот неплохо, а вот конкретно сельдерей просто есть, я иногда покупаю, чтобы есть, я вот съедаю, ну, больше половинки вот такой палочки, и я прям дальше не могу есть, организм просто отказывается его принимать в себя, вот лично это моё вот такое видение, не знаю. Настя такая, да ты мощный, я вообще не съем и не выпью. А зачем делать из него сок? Он очень полезный. Сельдерей? Да. А что ты его тогда не покупаешь? Понимаешь, как можно получить пользу от того, что ты не можешь сидеть? А вдруг я буду есть, я не помню, как естся сельдерей, как естся сельдерей, я на вкус его не помню вообще, честно скажу, может мне он тоже не нравится, честно сказать, но сок из сельдерей я никогда не пробовал. Что за мания такая, если человек что-то ненавидит и не принимает, пытаться ему это навязать, я не знаю. Ну ты сама сказала, что он очень полезный. Хочу, чтобы ты была здоровая. А мне это не поможет, как подорожник приложить. Нет, морковный сок он вкусный, я люблю морковный сок, тыквенный сок, ну как люблю, могу попить по настроению. А сельдереевый сок я ни разу не пил. Березовый сок пил. Березовый сок. Теперь мне интересно узнать, что ты такой, сельдереевый сок. Просто как разбудить Настю? Плеснуть на ней соком сельдерея? Или просто кинуть вот так сельдерей? И я привращаюсь в Блематрон 3000. Звучит чума будет по хате гоняться? Да. Не знаю, может вам очень нравится, но сельдерей... Чуть я так от него, эта колбась. Мама, я себе рассказывал сто раз, мама одно время везде упихала в огромных количествах. Трио есть, не могу, у меня запах оборотит, мне тошнить начинает. А с кинзой так не сработало, да? С кинзой никогда так не работало, никогда мы не переедали. Ну да, бывает. Я не помню. Ну и все, что я переел когда-то, у меня уже устаканилось, но у меня бывает так тоже. С его принимать в себя, вот лично это мое вот такое видение. Не знаю, может вам очень... Ну это было не в детстве, это было уже когда я была взрослая, просто жила с огнителем. Еще. Ну, больше семи лет назад. Конечно, больше. Нравится. Но сельдерей, чтобы вы знали, если вдруг кто не знает, очень такой прям своеобразный продукт. Он уже почищен вот здесь, экономкой. Поэтому я даже не представляю, что там в салате будет за вкус. Потому что огурцы, по большей части, вот такие, какие у нас продаются там в магазинах, они вкуса своего особо не имеют. Ну, потому что они как-то выращены особым способом, потому что огурцы, которые из грядки натуральные, свои, вот, они как-то все-таки имеют вот огурцыный вкус, так скажем. Огурцыный! Огурцовый! Джей! Огуречный. Ну я хотел сказать огурцовый, ну да, правильно огуречный. Гугурчиковый. Огурчик. А потом взрывается, потому что, ну, кто ел и не очень, тот поймет. Дерей я нарежу по такому же принципу, как огурцовый. Я думал... Сыбать хотел. Сабрежется, слава богу. Я думала, он составил вместе сибирьки, чтобы сразу оба нарезать. Он так и хотел, походу, но по такому же принципу, как огурцовый. И такой не растерялся и поехал, типа так и планировалось. Я думал, что сабрежется, слава богу, что не обрезался. Пуцы, вот так вот наискосочек, видите как. Хорошая нарезка, на самом деле. Очень удобно ее и кушать. Я просто иногда, когда мне делать нечего, я вот салат себе там делаю, побыстрее, побыстрее. Если я вот так нарезаю себе салат, я как-то отдаю себе отчет, что, ну, типа он нарезан тяп-ляп и есть его не очень удобно. Ну, я не знаю, может кому как, но вот лично я вот такую нарезку, если делаю, просто вот дыг-дыг-дыг-дыг-дыг, что-то там порубил, быстрее-быстрее-быстрее, пока там видос идет на ютубе, надо пожрать. Это такое, короче, не знаю. Точные сельдерей стебли. Полезен всем. Мужчины там считают, что у них там что-то там лучше работает. Да у всех лучше работает, не только у мужчин. Ясно, понятно, очередная хуета. Я там как-то историю рассказывал про то, чтобы кое-куда пчелка ужалила, говорят, тоже помогает, лучше работает. Это не точно. Это очень не точно. Но у моего батя на работе чувак разводил пчелы, и вот к нему приезжали. И мне батя рассказывает, я такой, ебать! Я могу у вас, ну, теоретически, да, и вот эти листики сюда шинкануть. Ну, да мы как бы знаем. Вы, Илья Исакович, в принципе, можете и не такое. Краюшки уже нет, но они в супы какие-нибудь пойдут. Конечно, я их выбрасывать не буду, в супы, в бульоны. Ну, вот немножко листиков шинканул. Знаете, будто... О, вот, ну, вот это сейчас подрежем. О, вот это лежит, и это сейчас подрежем. О, пачка Махуева, и его сейчас туда. Вот у меня уже, видите, получается весьма... На самом деле, я вот сейчас смотрю, стоит Махеев. Да, он тоже его заметил. Да, скрытая, но не шутка. Получается весьма... На самом деле, я вот сейчас смотрю, стоит Махеев, и там нарисована малина. И горчица рядом стоит, тоже Махеев. Я так полагаю, это тоже рекламная интеграция. Я так понимаю, он чё, джем-то будет прям туда? Или это не джем, а чё это? Зелёная, да, конструкция. Значит, айсберг. Айсберг, да, это не фамилия, это название салата. Айсберг это не фамилия? Может, стоило... Чего? Почему именно фамилия? Айсберг... А, ну, наверное, побоялся затупить и сказать, айсберг это не айсберг, а айсберг. Что? Ну, это же не айсберг, но айсберг. Поэтому это не айсберг, а айсберг. Боже, крыти. Все всё поняли уже. И что? И что? Стоило сказать, типа, да, айсберг это не ледяная глыба, это название салата. Причём тут фамилия? What? Как настоящий мужчина работает с айсбергом, смотрите. Разрывает его руками и крошит салат. Берёшь айсберг, кладёшь его кочерыжкой вот так на л... А, он сейчас... И выбивает кочерыжку, да? Ладони делаешь вот так. Да, вот это. Какая дичь. Лейсак, что ты натворил? Ты салат вжал в доску. А зачем? Ты не мог просто вырезать... Он представил, что это голова хейтера. Возможно, возможно. Ты салат вжал в доску. А зачем? Ты не мог просто вырезать кочерыжку? Ты не мог просто вырезать эту долбаную кочерыжку аккуратно, ножом? Знаете, ребята, как настоящий мужчина обращается с кольцом, который хочет подарить женщине. Что? Зачем? Он его просто нахрен уничтожил. Тогда он у тебя сразу, видите, разваливается на фрагменты. Типа больше никаких процессов не существует для того, чтобы разорвать айсберг. А чё об стены его не кинули? С ноги об стену. Да-да-да. Кочерыжку. Вот так вот, видите, я её вырвал. Ну нет, это точно лайфхак. Да, ага. Знаешь, как это, как вампировое сердце у врагов. Ага. Этим ребятам надо пользоваться, запоминайте. И она мне не нужна. Значит, теоретически, видите, мы айсберг помыли предварительно. Не, ну теоретически-то у него получилось так, как надо. И он сейчас... Каждый листочек, который вот там вот внутри, мы туда прям вот залезли, всё это промыли. Как они айсберг промывали, я представлять даже не могу. Представляете, капусту вы можете изнутри помыть? Вот здесь айсберг, по сути, та же самая капуста, только повоздушнее. Как они его помыли, я не знаю. Сейчас такой немножко тяжёлый и мокрый. Да, поэтому я могу его, конечно, обсушить. У меня всегда под рукой... Ну вот это сейчас будет... Обслуживай, конечно. Да, я был прав. У меня такой нет, классная, кстати, штука. Но, блин, лишний раз покупать себе её на кухне, я не знаю, где хранить её. Находится центрифуга. Да, вауя вкус... Ой, вкусный. До хуя... До хуя клёвых штук. Ноги мои нашёл, я уж не знаю, куда и где. Я случайно просто ногу вытянул и напоролся на тебя. И такой, о! Так-то да, штук до хера удобных, классных для кухонек и прочего. Но, блядь, вот в таком хуёвом коробке, как у нас кухня, где это всё хранить? Там, блядь, тарелки и кружки не знаешь, где всё хранить. Если у меня только одно применение, её брать не стоит. Да. Вот я могу его сложить в центрифугу и обсушить. Это для салатов важно. Я сейчас как будто моторную лодку завожу. И сейчас бах и завелась. И уехала такая. Айсберг уёбует, да? Не, ну, блин, её имеет смысл брать, только если ты очень часто её используешь. А брать её, чтобы раз в год высушить обоссанный салат? Да ёб вашу мать, можно это. Если у тебя есть сушилка дома для белья, можно туда её хуйнуть. Я думаю, будет эффект тот же. Я по поводу мокрых овощей никогда не волнуюсь. Ну, как бы, да, чё париться. Ну, вот собралась влага, видите, собралась вот жижа. Вот как раз то, что мне не надо, потому что... Я жирбок салат выжил. Салат должен быть такой сухенький. Мог бы взять и прополоснуть под этой... Пусть я тебе выпей, я думаю, ты скажешь. Да, да, выпить там тоже мог, на самом деле. Я в том смысле мог бы взять сейчас вот в этой... Прополоснуть под водой в ней, короче, и потом высушить. Они ж явно его не так хорошо помыли, этот салат. Раз это, как это, как тыква. Ну, то есть, как кукуруза. Блядь, да сука, как капуста. Нет, тыкву я сказал специально, а вот кукуруза... Это уже не запланированный долбоебизм. А ты чё там, кукуруза? Да, я молодая кукуруза. Жирю. Кукуруза в не запланированный долбоебизм. Чтобы он не был тяжёлым, чтобы он не падал. Ну, это, в принципе, справедливо говорить, когда у тебя там лежат мокрые огурцы сердцевиной. Лучше и не скажешь. Но, видите, всё равно он весьма грубый. Одна из моих фишечек. Ты был с ним грубый. Когда разделывал, блядь. В том, что я сюда ещё дам крошку от брокколи. Ну, как я сказал, да, что там будет брокколи, потому что она там лежала, это было очевидно. Но брокколи туда, он прям вот, ну, салат, конечно, зелёный-зелёный. Прям вот, ну... Это очень... Если туда сейчас положат малиновый вон тот джем или чё там, варенье, я... Я не знаю, что со мной будет. Здорово. Я очень на это надеюсь. На самом-то деле. На хрючево посмотреть-то хочется. Ну, я в любом случае посмотрю на хрючево. Это всегда хрючево. Это же Лазерсонщина. Его хрючеварение, блядь, легендарное, блядь. На хрючеварение у него хрючеварение. Да. На его хрючеварне ничего другого не получится. Компонент брокколи, как всякую капусту, можно есть сырой. Я очень люблю брокколи давать вот в такого типа салаты. Крошечка из брокколи. Очень полезно. Да, помните ещё салат вот этот вот сопротивляющийся он как-то делал? Там, по-моему, тоже брокколи была. По-моему, семя... А, нет, там не брокколи, там вот цветная капуста была, семечки, что-то такое в общем. Просто брокколи вот так. Буду. Цветная капуста тоже вкусненькая. Маленькая вот эта хуэта, правильно? Да, беленькая. Ну, маленькие, да, вот такие вот эти. Яички. Не, не яички. Они вот такие соцветия, только белые. Это цветная капуста. А то, что ты описал, это брюссельская капуста. А, брюссель, шарики. Микрокочанчики, да. Люблю брюссельскую капусту тоже, да. Кто-то вынашивал в яйцах микрокапусту. А у него её отжали. Она в соло редко попадается. Если попадается на развес, она вон такая... Ясно. Блин, ну вот... Блин. Блин. Ну... Короче... У меня дар речи пропадает, когда я вижу, что он вот это вот нарезает. И сейчас он туда в салат положит, и оно там крошкой прям будет. И это будет не очень. В сути... Вообще зачем? Весьма мелко рубить. Плодоножка вот у каждого... Ладно бы как-то вот на соцветия разделить его и положить аккуратненько, чтобы он не крошился. А он будет там как песок, как... Пыльца вот это вот там быть, и... Ну, такой. Он сейчас просто будет делать вот так. Да. Я бы не стал так делать. Мне просто не нравится. Какой-то, не знаю, крошка в салате нарезанном. Такое себе. Видите? Некрупно и немелко. Ну... Я не знаю, ты, по-моему, когда готовишь брокколи, оно всегда цельное. Ну, да, ну, кусочками. Ну, в смысле, такими этими... Соцветиями. Ну, броколинками. Броколинками, да. Как бухаринки, только броколинками. Словообразование, оно с тобой, как всегда, на высоте. Илья Исаакович, это очень мелко. По сравнению с тем, что вы там накромсали, то, ну, крупно или средне, это прям мелко. Вот даже она так напоминает хрящик. Мы же все хрящики. Да, я серьезно. Мы уже об этом все говорим. У нас весь чат сейчас об этом говорит. В комментариях, наверное, тоже об этом все напишут. Камон, вы серьезно? Опять про хрящ? Опять про салат и хрящ? Это вот та самая теория вкуса? Вкусовые сосочки должны касаться вкусового хряща, между прочим. Хрящики любим, верно? И прямо вот... Да, вот абсолютно все, Илья Исаакович, любим хрящики. Абсолютно все. Я на самом деле такого мнения тоже был лет до 15, а потом, когда пошел работать поваром, лет во сколько там, в 20 или во сколько я пошел, я заметил, что ребята не хотят кушать хрящики от копченой курицы, которую я разделываю. Удивительное дело для меня было. Ну, как бы, да, не все любят хрящи. Их полезно есть, но не все их любят. Я жру. Я и кости жру. Если они мягкие. Но и хрящики именно от копченой курицы, они бывают не такие мягкие, как от той, которая хорошо проварена или другим способом проготовлена, поэтому их... Поэтому многие не едят. Я от любой курицы ем. Я же говорю, просто иногда и кости мягкие бывают, они тоже съедаются. Такой ножку ешь, такой у тебя косточек осталось. Да. Оказывается, не все любят хрящи, так как люблю их я. Вот это да. Крошка брокколи, ну это шикарно. Крошка брокколи, так можно ресторан свой назвать. Я сразу представил маленького брокколи, которого он уничтожил в крошку. Крошка брокколи превратился в крошку. Брокколи красиво подавать именно когда такие маленькие деревца как будто. Я думаю, ты скажешь маленькие детки. Какие микродеревца, когда в блюде. Это красиво. Ну, в данном случае у него крупная вся нарезка, поэтому там, если и была брокколи, надо было соцветия разделить и забланшировать. Крошка брокколи. Крошка картошки, это крошка брокколи. Крошка брокколи с хрящом. Просто вот здоровый, ребята, человеческий салат. Посмотрите-ка, создана база для салата. База кормит. Очень важна заправка. И вот здесь наступает, наверное, первый момент. Не страшно. Для вкусовых сосочков. Для объяснения вам того, что такое философия вкуса. Опа, наконец-то. Все, ушки навострили. Все, слушаем. Что такое? Я записывал. Что он сказал-то на видео? Забыл. Что он сказал, забыл уже. Типично. Философия вкуса, опять я путаю. Ребята, пока я делаю, подумайте. А я потом вам скажу правду. А, он же не умеет одновременно делать и говорить. Он такой, я сейчас вам расскажу, потом подумайте, а потом я скажу правду. У него просто одна функция другую. Одна включается, другая отключается. Просто однозадачный процессор. Ты подумай, а я тебе потом правду скажу. Подумайте. Я не хочу думать, Илья Сахач, я глупый. Я пришел сюда, чтобы принимать опыт ваш. Сколько основных вкусов умеет чувствовать человек? Думайте, а я... Нет, не хочу. Не буду. Не стану. Какое мощное отрицание уже. Давайте, ладно, хорошо. Забайтил Илья Сахач, не могу сопротивляться. Сладкое, соленое, самое простое. Кислое, горькое, острое. Ну, острое равно перченое, там все дела, да? Всего их семь. Сладкий, горький, кислый, соленый, острый, вяжущий и умами. Свежий. Умами. Еще он про свежий вкус забыл. Ну да. Умами. Умами это вкус мяса. Ну, мясной вкус, вкус белковой пищи. Унаги? Это угорь. И так же называется еще заправка для угря. Ну, мудрость называл унаги, типа. Или что-то типа того, короче, вообще не в тему. А усиление вкуса это что? Умами как раз? Ну, усилитель вкуса глутамат натрия. Это и есть умами. Ну вот, я это имел в виду. Что, типа, добавляют, чтобы усилить вкус чего-то? Вот, философия азиатской кухни как раз-таки основана на вот этой теории вкус, палитре вкусов. Надо, чтобы там было все. Я, честно говоря, не знал, что умами является вкусом. Я думал, умами это усилитель вкуса. Нет, умами это сам по себе вкус. Мясо, типа? Да. А почему это тогда? Вкус белковой пищи. Умами это то, что вот ты, когда кушаешь и таки чувствуешь, там же сильнее вкус грибов. Вкус мяса усиленный, например, в копченостях. Умами сильнее, чем в вареном мясе. Понятно же. Умами в рыбе. Ты чувствуешь. Соевый соус добавляют умами. Он не просто соленый, он еще и умами. А, вот что. Поэтому все вкуснее с соевым соусом. То есть, типа, есть продукты, которые в себе, в принципе, содержат этот вкус умами? Саша. Что? Умами, в смысле, глутамат натрия, в принципе, добывается из продуктов. Ну, да. Так и что, ты меня не дослушала? Да, я скажу. Более того, организмом он вырабатывается. Я к тому, что есть, типа, просто продукты с умами, а есть именно приправы, как соевый соус, которые добавляются, чтобы усилить умами. Или я неправильно понял тебя давно когда-то? Соевый соус и есть продукт. Ты мне, значит, неправильно в прошлый раз объяснила, или я тебя неправильно понял? Ты просто сейчас не можешь понять. Нет, я думал, это просто усилитель вкуса. Умами это сам вкус мясной, так называется. Вот. Я же говорю, а ты мне до этого говорила, что это усилитель, или я тебя так понял просто? Умами японцы называют глутамат натрия. Они и сами вкус называют умами, сам вкус мясной. Сложно! Приятный вкус, вкус высокобелковых веществ, выделяемых в самостоятельный пятый вкус в Китае, Японии и других странах Дальнего Востока. Ощущения умами создают глутамат натрия. Уточнить. Используют в качестве приправы. В некоторые являются пищевые добавки. А что я не так сказала? То есть, все-таки, как я и сказал, это есть... Я понимаю, что это из продуктов, но есть приправы, которые предназначены для того, чтобы добавить пищи, вкус... Ну, типа, умами добавить и усилить вкус. Или нет? Ты меня запутала. Ну, приправы же добывают из продуктов. Да какая нахуй разница, из чего их добывают? Это приправа. Она для чего предназначена? Чтобы жрать ее без ничего? Для чего она нужна? Конкретно. Для усиления вкуса. Ну! Я просто не понимаю, чего ты хочешь добиться. Я тебе все сказала. Я это тебя и спрашивал. Я с тобой не спорила. Да я понимаю, я и не спорил с тобой. Я тебя спрашивал. Я тебе ответила. Это был вопрос. Нет, ты не ответила. Ты меня путать начала. Я тебе просто ответила, что такое умами. Все. Так я тебя потом уточнить. Решил, чтобы точно знать. Что ты решил уточнить? Я ничего такого не сказала. Что это есть приправы, которые добавляют умами и усиливают вкус. А есть просто овощи, фрукты. Саша, все приправы усиливают вкус. Все. Даже те, которые не создают ощущение умами. В общем, я неправильно выразился. Есть приправы, создающие ощущение умами. А есть продукты, которые ты употребляешь. И в них уже содержатся умами. Вот. Это я уточнял. Потому что я думал изначально, что умами это конкретно только приправа, предназначенная для как раз таки того, чтобы добавить умами и усилить вкус. Раньше. Я тебе все объясняла, как есть до этого. Нет, ты мне не объясняла. Ты мне просто говорила, что для усиления вкуса используется и все. Я говорила, что это сам вкус так называется. И тебе это говорила. Просто ты, как всегда. Не помню. Я помню, что ты говорила мне, что используется для усиления вкуса и все. Что? Давай дальше смотри. Я просто не понял, что ты со мной-то спорит-то человек. Я же не спорил с тобой. Я тебя просто спрашивал. Я с тобой тоже не спорила. Так я бы тебя пытался уточнить. Ты меня спросил то, что я тебе только что сказала. Я уточнял, чтобы быть уверенным, что я правильно понял. В чем проблема была подтвердить это? Самое такое приправа, как у маме, нет. Это глутамат натрия. Ну, в смысле, это глутамат натрия, на нем будет написано у маме. Но у маме это сам вкус, так называется. А глутамат натрия это у нас что? Это усилитель вкуса Е там какой-то там. Ясно. Сложно. Все дела, да? Всего их кислые. Я уже забыла, о чем мы говорили. Боже. О нем мы и говорили. Кислые, горькие, острые. Ну, острые равно перченые, там все дела, да? Всего их семь. Сладкие, горькие, кислые, соленые, острые, вяжущие и у маме. Вяжущие. Ну, я не могу сказать, что это вкус вяжущие. У тебя язык начинает вязать. Это ж не вкус, это просто ощущение языка. Ну, окей, семь получаешь. Да, а вкусы другие это не ощущение языка. А острые тогда это не ощущение языка. А когда тебе горчица бьет в нос, это другой стратегии. Это не ощущение. Это вообще-то. Смотри, слизистых. Странная логика, честно говоря. Да я с ним согласен, вообще-то. Ну, как бы. Но вяжущие это же не вкус. Это же состояние, что вяжут. Это да, острые тоже не вкусы. Ну, вообще, да. А сколько тогда? Их тогда не пять, их тогда больше пяти, да. Вообще, в Азии обычно выделяют соленый, сладкий, кислый, острый, свежий. Почему мы свежий не назвали, я не знаю. Ну да, точно. Сука. Да, мы насчитали. Подгорелый. А, нет, это подгорелый. Ты горький. Я все кайфовый. Подгорелый. А, это же отсылка к пиццикайфу. Да, да, да. Это отсылка к пиццикайфу. Боже мой. Мне сложно. Это про терпки. Но терпки можно как-то с вяжущим коррелировать. Потому что терпкость тоже, она дает такое ощущение. Да. Мне сложно. Я-то, блядь, в готовке не понимаю. С этим вашим ебаным умами, блядь. Блядь, просто. Почему острый называют горьким? И почему горчица острая, а перец горький? Меня это всегда путает. Почему? Если острое, это то, что печет. А горчица нам пьют в нос. Так, стоп. Горчицу называют острой? Да, конечно. А почему? Она же горькая. Ну не горькая. Она вообще не горькая. А почему она называется горчица, блядь? А Женя-то нахуй, вот почему? А почему перец горький, если он острый? А почему он острый, если он не режет? Ну знаешь, я бы тут поспорил. Смотря сколько его съесть. Так что очко он тебе вполне порежет. И как бы пряный тогда. Но пряный это же еще вкусы различных специй. Непонятно. Очень неинтересно и очень непонятно. Ты знаешь, что если не только перец острый, вообще-то корица тоже острая. Да, ой, я тоже хотел сказать про корицу. И куркуман тоже острый. Имбирь острый. Куркума это ты. Куркума это я, я знаю. Корица коричная. И коричневая. Логично. Почему это и корица? Какая корица на вкус? Коричневая, да? Ну да, она острая. Мысли у тебя коричневые порой. Не, коричневые мысли пару часов назад выложились. Выдавились, я б сказал. Порезался от вашего разговора. Сорян. Я не могу сказать, что это вкус вяжущий. У тебя язык начинает вязать. Это же не вкус, это просто чуть-чуть. Язык начинает вязать крестиком. Крючком. Крючком. Ты сказал крестиком, имел ввиду крючком, а показал спицами. Да. Ну я, чтобы понятно было, что вязать, имеется ввиду. Носки, там, трусы. Трусы вязать. Шерстяные трусы, а что бы нет. Да. Ощущение языка. Ну окей, 7 получается, да, мы насчитали. Подгорелый. А, нет, это подгорелый, это горький тогда получается. Растительное масло. Рисовый уксус. Очень не кислый, 4% кислотности. Уксовый рисус. Это заправка. Ну, где-то уксуса. Ох, чувствую, сейчас варенье пойдет. За в 3. Не в то. Я жду. Горло. Меньше, чем растительного масла. И вот теперь, в рамках философии вкуса, я добавлю сюда, смотрите, что. Малиновый джем. Блин. О, Господи, нет. Малиновый джем. Херст. Он уже пошел с ума. Что такое? Я тебе уже говорил, что такое безумие, да? По-моему, это, он уже чувствует, что за ним едет дурка. И за нами едет дурка. Философия вкуса. Малиновый джем. Все, знаете ли, повара, там, Европы, Азии, везде используют. Махеев джем. Это прекрасный, как бы, заправленный салат, знаете ли, для зеленого. Сейчас добавляю сюда малиновый джем Махеев и просто снимаю шляпу перед этим брендом. Я, как бы, не против, да? Добавлять сладенькое, солененькое вместе, там, да? Все мы знаем, что в кондитерские изделия добавляются и не только сахар, но еще и соль, для того, чтобы вкус сделать ярче. Но джем от Махеева, или что, я не помню, варенье? Что? Нет, я, конечно, понимаю, что есть всякие там соуса. Я забыл название этого соуса. Гранатовый соус, он сладкий такой, там, с травами. Забыл, как называется. И брусничный соус еще есть. Он такой кисленький. Да, который для стейков. Угу. Вот, я хотел тоже сказать, только я почему-то не брусничный думал, а сливовый. Грусничный. Грусничный. Да, есть еще ткемали, которые готовятся из сливов, он кислый. А, вот, я помню, что вроде какой-то, да, есть из сливов. Залучи, точнее. Много разных. У меня такое выражение лица сейчас. Ну, там, как бы, все, это и сок, и ты сам это все там делаешь, как бы, вариваешь там. А здесь ты просто, короче, берешь, типа, Махеев и, опа, вареница в зеленый салат. Шикардосик. Сразу понятное дело, кто тут худеет и следит за лишним весом. Давно мы, кстати, не покупали. Вот этот малиновый джем. Вот этот малиновый звон. В этом году получил премию одну звезду. Малиновая. А, горчица, которая... Сука. Не говорит, что он еще острую горчицу туда добавит, хотя... В салаты добавляют дижонскую горчицу. Пижонскую. Он добавит пижонскую. Есть просто три вида горчицы. Русская, острая, ну, зерновая, это дижонская там горчица. И есть еще сладкая, американская горчица. Я вспомнил те самые охуенно вкусные хот-доги, но в то же время охуенно острые. Которые ты делала, где бекон был, и, по-моему, дижонская горчица. Да, там была смесь русской горчицы с зерновой. Они были охуенные и убойные. И соленые огурцы. Надо повторить. В этом году получил премию одну звезду. Манго соус, к стейку. Ну да, кстати. А делают еще этот... Подтай, по-моему, или что такое. Короче, вок тайский, который добавляет ананасы, они карамелизуются. Они такие корочкой чуть-чуть подкрываются. А, что? И, собственно, в салаты же добавляют ананасы. И в пиццу. И все прочее. Лазерный слон. Опять хлебное варенье для Утины. Пенетрации делает, что ли? Дариус, чем тебе не угодил Джей? Почему он противный? Когда Лазерсон творит хуйню. Пицца, которую я сейчас... А одна звезда это много? Или там было и 25 звезд? А малиновый звон... Ой, малиновый джем. Уже имеет две звезды. Вот есть четыре вкуса. Добавил горчицу, не показал, не рассказал. И очевидно, что он там добавлен. И он ее добавил дохуя. Он просто херен. Ты не забывай, что мы смотрим видос, который монтировал Джей. И, возможно, он просто срезал это бесполезное. Да, скорее всего. Ну да, он добавил горчицу. Вот философия. А семь вкусов. Ну ладно. Вкус заключается... Я, что ли, тут шеф-то? В том, что чем больше вкусов одновременно получает человек, на языке, тем больше он испытывает удовольствие. Это очевидно. Каждого по чуть-чуть. Где-то больше, где-то меньше. Специально добавляешь туда, куда надо. Усиливая, уменьшая, как-то там лавируя. И получается уол. Я думал, здесь сейчас будет действительно срыв покровов. Там, я не знаю, слом шаблонов. А тут, оказывается... Просто, короче, на вкусовые сосочки положите много разных вкусов. Поэтому, если хотите вкусный салат, смешайте горькое, сладкое, соленое, кислое и перченое. И, в общем, все вкусы, которые есть, все смешайте и получится вкусный салат. Еще зеленой соплей плюньте, пердоните и сироните туда. И ссыканите, и будет вообще отлично. И не забудьте сверху кам, да? Что-то ты как-то странно реагируешь, Тарис. Вполне нормальный тип. Возможно, просто потому, что у меня есть друзья, которые похожи типажом с ним. Я не буду помыть, ну что? Какие вкусы у меня есть сейчас в этой заправке? Давайте смотреть. Горчица горькая, варенье сладкое. И что он туда еще-то добавил, я не помню. У меня сейчас есть горчинка от горчицы. Горчица? Да. Слово горчинка? Да, вряд ли, но ладно. Верно? Да, нет, не знаю. Иногда, кажется, такие аналоги очевидные, но на самом деле нет. Поэтому я не могу ручаться, что горчица сладкая. Да. Ты же сама сказала, она острая. Остринка. Есть кислота. Ага, кислота, да, укс забыл. Чего? А, да, у него еще есть, да? Я думал, ее уже нет. Без нее он вряд ли бы такой рецепт придумал. Слово уксус и укс... Кислота от слова уксуса, а горчица от слова горчинка. Логично, блядь. У меня есть малиновый джем сладко. У меня сейчас... Странная склейка. Малиновый джем... Делаем склейку сладко. От слова сладко. Что? Малиновый джем от слова сладко, видимо, по логике. Три вкуса, которые чувствует наш язык. Че, где еще два? Сейчас я это все блендером превращу в... Лазерсон сказал три. Значит, что? Правильно, чувствуем только три. В эмульсию... А соленое там не нужно, да? Нет. Захуя. Потому что горчица является эмульгатором. Так он же сказал, что если вы хотите, чтобы был супервкусно... Потому что горчица является эмульгатором. Так он же сказал, что если вы хотите, чтобы был супервкусно, надо все пять вкусов. А вот здесь, говорит, три вкуса. это что-то непорядок какой-то а вот здесь чё лежит сыр ты или сало чё это будет он использовать это щепотку соли добавляется четвертый вкус верно но вы бы еще пока подождите я еще дальше буду обосновывать и сейчас возьму блендер и просто превращу это в вы мульт хрючево чем ему малиновый джемс горчицы и сельдереем не взрыв шаблона не это не взрыв шаблона это просто хрючево пульс я уже это сказал я уж думал в камень вот посмотрите похоже на такой жидкий майонез эмульсия будет держаться она не будет расслаиваться у меня почему малина венкота это бальзамический уксус с какими-то еще ягодками либо вкусами и вот один из самых популярных венкот это малиновый венкота так вот я по сути сейчас создал что-то подобное без бальзамика но малиновые вкусы ну как бы без бальзамика без малины я создал что-то подобное очень хорошо и в качестве заправок друзья рестораны роллтон пюре да именно салатных поэтому малиновый джем здесь идеально подходит я сейчас заправлю салат ну салаты нужно заправлять всегда перед подачей прямо перед употреблением если он предполагает согласен что он будет долго стоять так чтобы он там не выделялась ничего из него влажного там не отмокал не царевал согласен да лучше не надо и вот я теперь смотрите много тоже заправки очень не надо чтобы салат не стоп ну да ему же похуй он то это не будет подавать он это все уберет потому все тяжелый двумя приборами вот так вот здесь все ох я сомневаюсь что этого количества соуса хватит на все вот это вот огромный кстати да и так это же думаю наверное мало тоную ну наверное это просто я говноед привыкший соуса до хуя хуярить умное ведро чтобы все объекты покрылись пленочкой заправки объекты за горизонтом прием прием я дятел как слышно прием вижу объекты за горизонтом мои действия запрашиваю посадку это еще не все я сейчас накладываю салат из объектов неопределенного содержания и вида уже в емкость для подачи ломтики специального сыра такое ощущение что он просто знаешь в эту тарелку насыпал айсберга без соуса потому что соуса этого явно мало дается вы все таки это был сыр я был прав это сыр всех магазинах я тыра который продается в четке это был сыр я был прав это сыр всех магазинах жаль что сыр если было сало было бы круче я вам ничего страшного никогда не показал какой российский я тут недавно сыр российский купил знаете магазин расистский нах иногда продают российский сыр который типа завальцованный просто в пленке лежит отрезанный от большого куска и продается отдельно я такой сыр давно уже не видела давно уже не покупая потому что обычно он продается это не очень свежий они там перебивают все это на его упаковке и обычно ты покупаешь не свежий и потом приходишь тебя проблемы короче ну вот я решил купить заводской упаковке закрытый ему еще месяц вперед по гарантии вот прихожу домой значит вечерочком открываю все приготовил думаю ну сейчас сыр я натру все сделаю открываю а он плохой ребята представляете так обидно было пришлось идти в магазин выращивать деньги за этот сыр благо вернули без всяких там вопросов но опять же это к тому что сыры на самом деле покупать очень опасно потому что они у них хранятся не очень хорошо иногда в некоторых магазинах вот если срок хранения нарушен а тут представляете срок годности месяц вроде как должен был быть а оказывается он уже до месяца истечения срока годности уже плохой и присутствует рыбе воняла сырость то есть она при ненадлежащей влажности хранил вот она и заплесневела еще и пакет это упаковка скорее всего повредилась ну там упаковки и дырочки есть для того чтобы она не задыхалась а ну понятно столетие насколько плохо хранился этот сыр и насколько плохо хранятся другие продукты на самом деле даже представлять страшно но опять же будьте аккуратны это чисто вот мое это к вам чтобы вы как-то по бдитель не были потому что ну блин опасно опасно даже заводскую упаковку покупать блин опасно для приличия возьму вот так вот две перчаточки вот именно сломаю нибудь еще и плесни там не хватал ну над был айсберг прям в ноль чтобы вся структура растворилась в доске салат бы тогда не было никакой плесни бы не увидели нарезать мне хочется чтобы они были такими вот естественными и спокойными тоже иногда люблю вот так вот делать чтобы немножечко так раз 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 есть в этом какой-то вот такой вот шарм когда вот весь салат он весь такой но блин нарезка огурцов конечно такое себе с этим и не забывайте кстати там еще и сельдерей он здесь нормально читается визит хорошо да да и посмотрите теперь как все это работает то есть он говорит про тоже выглядит отвратительно вообще как-то блекло зелено и похуй мне что это называется зеленый мне кажется туда было бы классно положить помидоры черри для красного цвета сочного и желтую паприку и это уже было бы гораздо привлекательнее ну или банально хотя бы пару редисточку туда ебануть то что видит она высокую кухню с интересными ингредиентами ну тогда жопу вяленые крысы хорошо это я сейчас про то что иногда он блюдо отдает такими что на тарелке сливается все абсолютно и при этом он это делает и он не говорит что вот смотрите все слилось от плохо но вот здесь он говорит вот здесь сыр виден здесь хорошо интересно в заправке у меня есть кислая сладкая горькая чё ты факульку нам показываешь илья исакович зачем он и этот держал так с этот покульку выберите покульку с экрана горчица есть но это для мема какой плесневый сыр по вкусу он соленый он прежде всего соленый и в нем есть выраженная горчинка всегда плесень всегда горчит там мужик в подвале сидит ладно щас окей закончим смотреть видос открою балкон пойду лизну черную стену ну я когда пробовала плесневый сыр мне прежде всего бросилась накинулась на сосочки но его нежная структура и нежный вкус они то что там какая-то горчинка и соль даже скорее менее соленый соус блин может может стоит тогда на балконе и плесень не уничтожать средством соскребать там в пакет или банку реально соленые сыр и не ел типа сулугуни или соленой брынзы они кричат михалыч давай ешь плесень говори шо там горечь или кислота то я уже не могу тут жрать давай давай но заткни только а то будешь чувствовать другой вкус чё пришел шутник твое место у меня в сердечке кто у нас красавчик в семье кто красавчик в семье риоша красавчик в семье ты что недоволен что папа сидит и много часов разговаривает сам собой сыночка чат всегда чат тоже сыночка недоволен ты недоволен все пизду и отсюда иди отсюда типично ставьте лайки кто не ставил лайк спасибо всем кто ставит лайки а за котика надо ставить лайк и цвету и в этом салате сейчас есть все четыре вкуса которые чувствуют наш язык опять эти вкусы все одновременно он же 5 говорил поступает в нас куда вы до заглотку в уже шучу тупыми шуточками поступает при втирании в банальное кольцо это одно из идеальных блюд с точки зрения философии вкуса а если мы просто возьмем и взобьем это блендером ну вот всю тарелку забьем блендером вкусно будет но это философия вкуса мне кажется ли философии вкуса не хватает еще структуры продукта его аромата да нет никто я сегодня всякие пюрешки и прочие крем-супы а я не люблю дни текстуру каш не пюрешек если это конечно не пюрешка с котлеткой вот я не люблю эти ну прикол дэвсти по крем-супу крем-супов не знаю почему я не особенно каши я вообще терпеть не могу не сразу это блюда трон 3000 дня каши их смотря какие яма крем-супы я не пробовал я просто люблю когда у это у еды выраженная структура открыл вам наконец-то свою философию вкуса он так про эту философию говорит как будто он реально по крову сорвал чу за хрень ну вы же сами все видели то есть как и я уже сейчас сказал да дополнительно и вы например уже как бы сами там для себя тоже вывод сделали а структура еды а ее начинка наполнение колораж там вот это вот все нет соленая сладкая кислая горькая все совмещайте и будет класс но серьезно теперь все равно у меня еще есть чем заняться на кухне я еще много чего вам покажу пойду яйца почищу и морковь сварю а пока я желаю себе приятного аппетита и сейчас конечно же этот салат попробую но на самом деле вот илья исаакыч такой типа когда на камеру пробуют и все таки ой попробуй попробуй салат фигня попробуй честно вам скажу вот повару до который привык работать с пищей и периодически он когда пытается что-то придумать интересное он пробует невкусное для него попробовать невкусный салат пожевать и сказать что он вкусный не составляет проблем но чисто говорю вам как повар мне вообще несложно попробовать какую-то фигню невкусную и сказать о это вкусно но типа вопрос только моей совести а он это преподносит типа но если я попробовал значит точно вкусно а ты съешь его весь посмотрим на твое лицо пока ты будешь его есть обломов а когда он кушает свое готовит свое ну блин он там не это не выебывается что это какие-то охуеть какие блюда да это куда на попробуй попробуй там оператором понимает да тогда мы хоть чё-то можем вынести потому что иногда ты ешь что-то и она реально настолько вкусно и что ты прям вот и прям вот ну вкусно хорошо классно а иногда ешь и такой я две ложки съел и спасибо больше не хочу иначе меня просто вырвет ну просто физически ты не сможешь это есть не то чтобы я заставляю или призываю там пробовать или что-то еще именно в смысле съедать все мне так-то пофигу это я чисто к слову ну вот так вот наколю вот посмотрите образцово показательная вилка был ли исаакыч хоть один видос когда хлебала недовольная я не верю что-то приготовил и такой так ну не хватает немножко вот этого и я бы вот это еще добавил вот вы будете делать вот добавьте а вот этот салат ну в принципе неплохой было мне кажется ни разу не было мой язык просто очумел от кайфа классно а зачем там вообще салат взяли бы просто соус да и захреначили бы пользуйтесь ну да полил соус сыром сыром сыр соусом и заебашил все ну это как как любую хренатень поливаешь соусом бульдак она играет новыми красками что у тебя все ебало играет новыми красками пока я жив до встречи на зоне лазерсонов а пока пока спасибо за просмотр до свидания